Региональная Минсоцзащита всегда была некой пристанью для тех, кому нужна помощь. Однако с приходом нового министра, варяга из республики Сахай-Якутия Елены Калашниковой, министерству, кажется, самому уже нужна помощь. Мы рассказывали о том, что в поселке Первомайский произошла крайне мутная история с реорганизацией Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, родник. И случилось это после того, как высокопоставленная гостья нагрянула туда с визитом. А ведь и жизнь там была отлажена. Дети и работники находили друг с другом общий язык. И никому из предыдущих министров в голову не приходило ломать то, что строилось годами. Да и до прихода Калашниковой ситуация была не легче. Декабрь 21-го, тот момент исполняющий обязанности министра социальной защиты Елены Нижегородцева незаконно дает распоряжение уменьшить объем федеральной субсидии для покупки квартир и их строительства для детей-сирот. Чиновница вернула 177 миллионов рублей в федеральный центр. Сироты остались без жилья, в чем Нижегородцева виноватой себя даже не посчитала. В конце 2021 года Нижегородцева, не имея полномочий, дала указание своим подчиненным направить в ряд министерств письмо с просьбой отозвать часть неосвоенных денежных средств в сумме около 180 миллионов рублей. В результате эти деньги были отозваны, и таким образом не было приобретено квартир, а следствие оценивает, что по ценам 2021 года таких квартир можно было приобрести порядка 24 штук. Следователи возбудили уголовное дело. Позже было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также Нижегородцевой запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Однако на ее работу это не повлияло абсолютно. Имея судимость, она продолжила ходить на Курнатовского 7, попутно подав апелляцию в вышестоящий суд. Однако предыдущий приговор в апелляции не устоял, и уже на следующий день Елена Нижегородцева подает в отставку. По информации наших источников, чиновница уходит на заслуженный отдых. А тем временем очередь на получение квартиры для сирот постоянно растет. В редакцию ЗАПТВ зрители из числа этой категории людей звонят постоянно и помощи просят у журналистов, а не у чиновников. К примеру, ту же Нину Травникову сами представители власти и предупредили, что своего жилья ей придется ждать еще как минимум лет 15. К слову, в том же 21-м году, когда Нижегородцева с барского плеча вернула деньги, якобы сами мы не бедные, в Борзе строили дома для детей-сирот. Они должны были быть сданы с централизованным отоплением и водоснабжением. На деле не было ни того, ни другого. В Более, Агинском, Петровске-Забайкальском сроки сдачи объектов существенно затянули, а в Красном Чекое сиротам в конце прошлого года дали жилье, непригодное для жизни. А в Чите, чтобы выполнить план, квартиры сиротам давали массово в одних и тех же домах, как, например, в микрорайоне Молодежный. Тогда сироты и узнали, что муравейником могут быть не только большие гнезда и вкусный торт. И если та же Нижегородцева отвечает за содеянное, пусть даже и легко отделавшись, то та же Айгма Ванчикова живет и здравствует. И абсолютно не помнит, что в 15-м году дома для сирота настроила, как говорится у черта на рогах, на болоте, о чем до возведения объектов ее предупреждали. В итоге ущерб нанесен в особо крупном размере, почти 200 миллионов рублей. Не дала Ванчикова воплотиться в жизнь и проекту, который предусматривал возведение 400 тысяч квадратных метров жилья не только для сирот, а в целом для комплексной застройки. Зато Айгма Ванчикова работает, отдыхает, путешествует. Одним словом, живет полной жизнью. А сегодня, чтобы обеспечить жильем всех, кто стоит в многолетней очереди, понадобится, внимание, 33 года и 30,5 миллиардов рублей. Есть ли у сирот столько времени? Нет. Впрочем, как и денег в краевом бюджете. Но, что самое ужасное, помощь, как наглядно демонстрируют представители Минсоцзащиты, в этом вопросе им не нужна.